Уклонение от уплаты налогов, мошенничество при получении выплат, сокрытие денежных средств компании, а также злостное неисполнение решений арбитражного суда. Бывшие и нынешние руководители Вурнарского молокоперерабатывающего завода сядут на скамью подсудимых. Федора Волкова и Леонида Семенова обвиняют в том, что они нанесли серьезный ущерб бюджету республики. Притом схемы применяли разнообразные. К примеру, использовали фирмы-однодневки, которые якобы поставляли предприятию строительные материалы и таким образом уклонились от уплаты НДС на сумму более 29 миллионов рублей. Несколько раз Волков подавал в налоговую инспекцию фиктивные декларации о возврате излишнеуплаченной суммы налога. В итоге на счет предприятия вернулось около 5 миллионов рублей. Деньги были потрачены по усмотрению злоумышленников. В Урнар и завод СОМ участвовал и в различных государственных программах, например, по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам. В банк и Минсельхоз Чувашии директор предприятия Федор Волков подавал сведения, что купил оборудование почти на 135 миллионов рублей и попросил предоставить субсидию на эту сумму. На самом же деле стоимость техники составляла около 21 миллиона рублей. В итоге бюджет Чувашии потерял 14 с лишним миллионов. Все эти и другие факты выявлены при совместной оперативной работе МВД, ФСБ и Следственного управления Следственного комитета республики. Материал уголовного дела составили 35 томов. Всего в ходе расследования этого уголовного дела следователям проведено свыше 250 различных следственных действий, в том числе 12 обысков и 10 выемок, в ходе которых изъяты необходимые документации как на самом предприятии о вурнарозавод СОМ, так и у его контрагентов. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 90 свидетелей. Назначено и проведено 10 судебных экспертиз, в том числе налоговая, бухгалтерская, компьютерно-технические, почерковические. Следователи наложили арест на имущество подозреваемых общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей, в том числе 5 автомобилей и 1 земельный участок. Пока в бюджет вернулось около миллиона рублей. Отмечу, что максимальное наказание, которое грозит топ-менеджера молокоперерабатывающего завода, до 10 лет лишения свободы.